Пересечение улиц Полевой и Новосадовой – один из самых оживленных перекрестков в городе. Через него проходят 8 маршрутов. В основном это льготный общественный транспорт, но есть и коммерческий. На линии больше сотни автобусов. Профильный департамент разработал временную схему движения с учетом ограничений, которая появится на перекрестке Полевой и Новосадовой ориентировочно с 8 октября. Порядок движения по маршруту и перечень улиц для объезда перекрестка согласовали таким образом, чтобы минимизировать неудобства для самарцев. Когда автобус идет в город, он не проходит вот этот вот участок по Новосадовой, не пересекает Полевую, там не идет дальше. А заранее с Новосадовой поворачивает направо на Первомайскую и таким образом объезжает далее по Молодогвардейской этот участок. Когда маршруты идут в обратном направлении из города, они двигаются по улице Самарской, потом поворачивают на Чкаловскую и потом по Ленинской на проспект Ленина выходят, ну и дальше также выскакивают потом на Новосадовую. На 39 дней ограничений движения на перекрестке Полевой и Новосадовой, а также на близлежащих дорогах скорректируют и работу светофоров. Специалисты займутся этим на текущей неделе до наступления выходных. Корректировка работы светофоров нужна, чтобы избежать образования заторов на дорогах. Жители города просят с пониманием относиться к предстоящим неудобствам. А сами горожане говорят, главное, чтобы строительство метро шло качественно и в соответствии со сроками. Самарцы с нетерпением ждут театральную. Конечно, нужно потерпеть, воспользоваться пешком. Можно ходить. Я живу здесь недалеко, поэтому я думаю, что мне будет, конечно, некомфортно, неудобно. Ради такого проекта, конечно, надо закончить строительство этого метро. Если нужно, то придется потерпеть, зато у нас будет метро. По работе часто езжу здесь. Ну, здесь центр города, поэтому я думаю, что тут достаточно всегда плотное движение. Если что, потерпим. Напомним, ограничение движения на перекрестке улиц Полевой и Новосадовой вводят в связи со строительством новой станции метро «Театральная». Последней на первой ветке. Специалистам сначала предстоит перенести все инженерные коммуникации, проходящие под землей. Это касается водовода, кабельных сетей, а также ливневых канализаций. Работа масштабная и выполнить ее без ограничений движения невозможно. Чтобы к концу текущей недели любой горожанин мог определить для себя удобные пути объезда и перекрытие не поставило никого в тупик в прямом и переносном смыслах, организует оповещение населения. Актуальную информацию планируют доводить с помощью объявлений в салонах, которые будут звучать из автоинформаторов. Специалисты подчеркивают, что после завершения строительства первой ветки и ввода в эксплуатацию новой станции «Театральная», интервал движения поездов подземки сократится с 12-15 минут до 5-8. И добраться с окраин Самары до центра города можно будет за 20-25 минут. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.